У меня есть для вас вопрос по поводу того, как иметь дело с неосознанными людьми. И было ли так, что вы сами, может быть, когда-нибудь раньше, было ли так, что вы чувствовали себя одиноким, или изолированным, или расстроенным в общении с неосознанными людьми? И какой у вас был подход ко всему этому на разных стадиях вашей жизни? Ясно. Да. Спасибо. Ну, это, наверное, вообще главный вызов для каждого, потому что, по большей части, именно люди являются главным фактором для вызова. Другие источники вызова — это, разумеется, ваше физическое тело, оно может быть вызовом. Это могут быть и вызовы, связанные с финансами, но большинство вызовов связаны именно с отношениями с людьми, потому что люди — сложные существа. Многие люди до сих пор находятся в плену у своего эго. Что касается первой части вашего вопроса, я был относительно изолирован в течение многих лет своей жизни. Потом, после моей перемены в сознании, я еще какое-то время жил своей обычной жизнью, был вовлечен в академический мир. А потом, где-то через 3-4 года, мне пришлось закончить с академической деятельностью, я оставил это позади себя. А после этого, еще несколько лет своей жизни, я не был связан с этим миром, в привычном смысле этого слова. У меня не было определенной работы, никаких отношений, никаких близких отношений. И я проводил многие-многие дни, недели, месяцы, встречаясь не с таким уж большим количеством людей. И постепенно люди стали приходить, приходить за советами. Это происходило медленно и постепенно. Люди приходили ко мне, узнав от своих знакомых. Так что потом у меня были вот такие вот отношения с людьми. Но даже в это время иногда были вызовы. Даже если вы живете в относительной изоляции, у вас все равно будет контакт с людьми, которые неосознаны. Так что я думаю, вам нужно приветствовать это, потому что именно эти вызовы, они заставляют вас быть более присутствующими. Вы можете помнить о том, как я рассказывал, что если вы хотите сделать тело сильнее, вы тренируетесь. Вы делаете для этого разные упражнения. Ведь что такое физическое упражнение? Фактически это усложнение жизни вашему телу. Это, конечно, очень необычный взгляд на упражнение, но если вы задумаетесь, вы поймете, что так оно и есть. В какой-то момент вашему телу нужно начать сильно напрягаться. Вы заставляете свое тело напрягаться, вы даете ему вызов, с которым он раньше не сталкивался. Например, начать поднимать штанги или пробежать милю, или что бы это ни было. И именно через этот вызов, преодолевая зону комфорта, тело становится сильнее. И в случае с духовным развитием, нам нужны все эти неосознанные люди, которые будут нас проверять, бросать нам вызов. В ином случае присутствие не будет усиливаться, и оно не возникнет. Так что первая вещь, которую нам нужно сделать, и которой я тоже научился, это рассматривать этих неосознанных людей как благо. Так что вместо того, чтобы думать, что тебя здесь не должно быть, потому что ты портишь мне жизнь, несмотря на то, что вам нежелательно находиться именно с этим человеком в это время, и в этой точке пространства, вы все же можете приветствовать их, когда они усложняют вам жизнь. Однако, все же очень важно, чтобы люди, неосознанные люди, сами не утаскивали вас в свою неосознанность. Это и есть вызов, величайший из вызовов. Кроме того, то, что я говорил в прошлых сессиях, может быть применительно и здесь. Когда вы чувствуете вызов от ситуации или от людей до какой-то черты в человеческом развитии, если вы сталкиваетесь со сложной ситуацией или же со сложным человеком, до этой черты вы будете реагировать. Вы будете пребывать в большей неосознанности, чем вы были до того, как появилась эта сложность. Так что, если вы встретитесь со злобным человеком, то вы и сами становитесь злым. Вы сталкиваетесь с человеком, настроенным на вас враждебно, и вы тоже становитесь им. Вы тоже становитесь враждебным по отношению к этому человеку. Однако, вы можете достигнуть той черты, того уровня, когда жизненные трудности делают вас более осознанным. Мне кажется, что большая часть людей, которые здесь находятся, достигнет этого уровня, где... Ну да, вы еще будете возвращаться к старым паттернам. Но вы можете дойти до той точки, до того момента, когда, если люди и ситуации доставляют вам сложности, то вы присутствуете, а не вовлекаетесь в реакцию. И это ваша духовная практика. Это может стать самой главной вашей духовной практикой. И когда вы рассматриваете отношения между людьми как духовную практику, будь то обычные отношения, или на работе, или отношения с вашей семьей, если вы поменяете свое восприятие относительно отношений с людьми вообще, и затем рассматривать отношения как часть духовной практики, то тогда гораздо проще обращаться с неосознанными людьми. Ваш вызов в том, чтобы оставаться в присутствии, даже если окружающие ведут себя неосознанно. У меня и самого была такая ситуация. Когда-то давно, после моей перемены в сознании, вторая жена моего отца была довольно неосознанной. И она была не просто неосознанной, у нее развилась психическая болезнь. То есть болезнь была уже скрыта в этой неосознанности. Постепенно она прогрессировала и вылилась в острую паранойю. И какое-то время она была в клинике, потом вернулась домой. Всякий раз, когда я ее навещал, это было буквально несколько раз, я приезжал, становился в отеле, я приходил и навещал ее. И тогда я понял, в тот момент, что когда я с ней встречаюсь, мне следует быть предельно осознанным. Я был весь такой вот. И тогда она начинала со мной говорить. Обычно ее истории начинали с того, что она говорила о своих врагах, о людях, которые преследуют ее на улице, о людях, которых она видела в магазине. И согласно ее рассказам, было около ста или двухсот человек, главным занятием которых было ее преследование и усложнение ее жизни. И да, были все эти истории, о которых она мне рассказывала, во всех этих людях, которые охотятся на нее, и о том, что у них происходит, и как они делают все возможное для того, чтобы отравить ей жизнь. Что-то вроде синдрома жертвы. И... в этот же момент я входил в очень глубокое чувство присутствия. И на следующий день, когда я к ней пришел, ее истории были уже не такие красочные. А еще на следующий день она уже не так уж и много говорила. А один-два раза было даже так, что я не был особенно осознанным, пока она говорила. И сразу же после этого все ее старые истории появлялись опять. Она и меня даже стала подозревать. А зачем вы на самом деле ко мне пришли? Что вам нужно от меня? Я заметил, что мое сознание имело эффект на ее состояние сознания. Так что в данном случае это был очень наглядный пример. И... она казалась более здоровой, пока я там находился. А когда я уходил, все повторялось по новой. В полной неосознанности. Спасибо. Продолжение следует...